Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Курс лекций «Введение в Священное Писание Нового Завета». Тема лекции «Современные западные методы толкования Библии». В предыдущих лекциях мы поговорили об историко-филологическом методе, который является стандартным как для православной церкви, так и для очень многих инославных исследователей, католических и протестантских. Также мы с вами сказали о историко-критическом методе и поиске исторического Иисуса, явно выраженных скептических методах, неприемлемых для нас с вами. Каковы же основные методы толкования Библии, которые сейчас популярны на Западе, в западной библистике, кроме вышеуказанных? Можно выделить отдельную большую группу так называемых социальных методов толкования. Они своими корнями уходят, как это ни парадоксально, в идею марксистского разделения общества на угнетателей и угнетенных. И вот к этой идее добавляется мысль о том, что угнетенные или притесненные слои населения имеют некое гносиологическое преимущество при разъяснении священного писания. А вот в зависимости от того, как мы выделяем угнетателей и угнетенных, уже можно усматривать различные модификации социальных методов. Ну, из наиболее известных можно назвать такие модификации. Первое. Это черная теология. Попытка осмыслить текст священного писания с точки зрения людей черного цвета кожи. Это, конечно, абсолютно западная и, прежде всего, американская проблематика. Мы с вами помним, что до 60-х годов прошлого века имела место дискриминация чернокожих в Соединенных Штатах Америки. И поэтому, когда данная модификация социального метода появилась, это вторая половина прошлого века, то идея была следующая. Белый человек, допустим, некий Сэм, даже если он окончил Гарвардский университет, имеет степень доктора теологии, он все равно хуже понимает священное писание, чем некий Джон, который афроамериканец с черным цветом кожи, работает таксистом в Нью-Йорке, ему некогда размышлять на богословские темы. Но вот оба они, и Сэм, и Джон, приходят в воскресенье в церковную общину, и тогда у афроамериканца с черным цветом кожи, у Джона преимущество в толковании священного писания. Он должен проповедовать, потому что он является угнетенным. Разновидностью этого метода, социального метода толкования, является так называемая теология освобождения, которая была более актуальна для Латинской Америки во второй половине XX века, когда считалось, что эта теология позволяет не только бороться против капитализма, против богатых, но и у угнетенных имеется преимущество в понимании слова Божия. Ну а еще одна модификация – это феминистическое толкование священного писания, которое исходит из того, что женщины были очень долго угнетены. Угнетены и в тот период, когда писали и Ветхий, и даже Новый Завет, но сейчас пришла эпоха освобождения женщин, и поэтому нужно не только переосмыслить, а иногда даже и подкорректировать текст священного писания Ветхого и Нового Завета, чтобы он звучал так, дабы женщины были равноправны с мужчинами. Почему Отец Небесный? Давайте напишем Отец и Матери, Мать Небесная и так далее. Кроме вот подобных социальных методов толкования, есть методы, которые более научные, которые не идеологизированные, и которые приносят определенную пользу при их изучении и православному исследователю Библии. К таковым относятся социологические методы, которые рассматривают не современный социум, и кто там угнетатель, угнетенный, а наоборот, социальную среду древности, в которой возникли библейские книги, и стремятся восстановить историко-археологический контекст, эпох, в которых происходили библейские события. Структурные методы направлены на то, чтобы выявить те или иные структуры в тексте Священного Писания. Например, метод риторического анализа позволяет понять, есть ли какие-то определенные элементы риторических структур в Священном Писании Нового Завета у того же апостола Павла, да, диатрибы, когда он задает вопрос, и сам на него отвечает. Или метод хиастического анализа, который достаточно плодотворен, если речь идет о хиазмах на низком уровне, а не на уровне всей книги. Ну и, наконец, скорее даже не метод, как алгоритм, а вот именно априорная установка, то, что называется канонический подход. По-английски canonical approach. Отказываясь от историко-критического метода, от его идеи, которая заключается в том, что много разных авторов и редакторов у книг Ветхого и Нового Завета библейские исследователи на Западе к концу XX века пришли к следующему предложению. Давайте не будем мусолить, сколько авторов писало пятикнижья. Мы имеем пятикнижья и другие книги Ветхого и Нового Завета в их целостности, вот так, как они представлены в каноне. И именно в этом виде, когда мы их изучаем, толкуем, они дают нам Слово Божие, Слово Жизни, они вдохновляют верующих. Поэтому давайте оставим за скобками все эти споры в рамках историко-критического метода. Давайте заниматься тем, чем церковь занималась на протяжении двух тысяч лет и в древности, и сейчас этим же занимается православная церковь. Но это говорят исследователи на Западе. Давайте читать библейский текст таким, какой он есть. Тем самым, они, конечно, уходят от дискуссии с историко-критическим методом. Но, оставляя его в стороне, они занимаются теми весьма плодотворными изысканиями текста, результаты которых могут быть полезны и для нас, для православных исследователей. Поэтому, конечно, на примере канонического подхода мы с вами можем сказать, очень часто, если зарождается скептицизм, а именно это имело место на Западе, начиная с 17 века, то скептицизм отвергает традицию, а потом скептицизм начинает отвергать сам себя, в результате человеческая мысль опять приходит к традиции. И вот спустя несколько столетий и на Западе, и у нас на Востоке, на Западе в рамках канонического подхода, у нас на Востоке в рамках нашей непрерывавшейся церковной традиции основным методом толкования был и по-прежнему является историко-филологический метод чтения и изучения Священного Писания. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok